Прокомментировать ситуацию мы попросили нашего экономического обозревателя Алексея Тихонова. По его словам, монополистическую, ориентированную на ренту систему, которая не решает вопросы оказания услуг, нужно менять изнутри. Поэтому, например, если у вас в подъезде ломается лифт и вы думаете, что вы просто позвоните и вам его починят, ни в коем случае может выясниться так, что за этой починкой стоит там масса контрагентов, масса договоренностей и особенностей, скажем так, обустройства этой починки, которая вовлекает там 10 разных фирм, каждая из которых объясняет, почему она делать должна так или иначе. Почему? Потому что есть масса теневых договоренностей о том, кто, кому, чего и как должен делать. И эта система сложилась, и на вопрос, а как ее реформировать, ответ, ничего не надо менять, иначе вы вообще останетесь без света и без воды, грубо говоря. В этом трагедия в любой коммунальной системе. По мнению Алексея Тихонова, Единый информационный расчетный центр – это просто база данных. Решать проблему взимания оплаты за неоказанные услуги можно только в судебном порядке. Потому что бесполезно, бесполезно совершенно идти и пытаться решить эту проблему бюрократическим путем. Нужно решать ее в правовом пространстве, в юридическом подавать иски, искать адвокатов. По идее, нужно создавать общество защиты потребителей, которые будут отстаивать интересы. И уже в суде все посыпется гораздо быстрее и эффективнее, чем если мы будем писать жалобы. Потому что там и раскрытие информации, там и собственники появятся, там и управляющий будет нести ответственность. Но вот самая главная проблема – начать эту волну гражданских исков. Но только тогда систему можно будет отрегулировать. Одним из первых шагов решения проблемы может стать создание при правительстве Севастополя общественного совета по проблемам коммунального хозяйства, считает эксперт.